о да точно запись же должно все порядок уважаемые коллеги добрый день мы открываем пятое заседание нашего клуба ну как и прежде почти как и прежде потому что некоторые заседания лично пропускал я буду фасилитатором этой встречи напоминаю что если по ходу появится вопрос вы можете использовать чат конечно у нас сегодня предоставлено время для того чтобы что-то обсудить вместе и 1 1 новшество мы ввели одно новшество наше заседание формально длится полтора часа тем не менее мы предусмотрели еще время в течение 30 минут мы будем оставаться на связи и если у кого-то возникнут какие-то дополнительные вопросы или соображения по тематике клуба вы можете остаться и обсуждать да то есть мы завершим основную часть в 12 30 и дальше до 13 00 по москве по москве мы будем еще полчаса на связи вот такое новшество нас сегодня а тема нашего заседания сегодня индикаторы но тут есть некоторые предыстория до предыдущие совещание тоже была посвящена теме индикаторной оценки но тема вызвала интерес и поэтому мы решили продолжить эту тему тем более что у нас было проведено небольшое исследование и о результатах которого алексей сейчас расскажет пожалуйста я передаю слово курики спасибо спасибо коллеги я хотел сказать про эти лишние полчаса мы совершенно никак не планировали там повестку и это в общем время для неформального такого взаимодействия посмотрим что получится своего рода эксперимент мы хотели да мы хотели начать с результатов опроса всем большое спасибо кто ответил мы получили 41 ответ и здесь вот результаты опроса участников заседания клуба как вы видите чаще всего в числе при можно было любые причины любое количество причин участие отметить чаще всего отмечали что интересовала тематика хотелось услышать мнение специалистов и привлекла идея клуба и реже всего встречалось что хотелось высказать свою точку зрения вот такая мотивация участников значит пообщаться в неформальной обстановке на интересную тему ну вроде как мы примерно это и планировали ожидания в большинстве случаев либо оправдались в абсолютном большинстве либо оправдались частично планирует участвовать заседания в будущем практически почти все ответившие за исключением одного человека и периодичность продолжительность время проведения заседания всех устраивает и вера и последняя вероятность того чтобы рекомендуют знакомым 9 из 10 где 10 наверняка порекомендую вот такие результаты опроса ну они нас конечно воодушевляют вроде бы формат так принимается позитивно и мы планируем конечно продолжать теперь рекомендации которые были в анкетах тоже любопытная часть более активно привлекать к планированию повестки участников мы очень это хотим мы стараемся делать на самом деле все темы которые мы выбирали кроме первой они были предложены в ходе совещаний но будем искать другие формы в том числе вот может быть сегодня что-то еще придумаем по ходу дальше после полутора часов оставлять полчаса на свободную коммуникацию участников это уже внедрено то есть сегодня попробуем посмотрим как получится значит приглашать на заседание клуба представителей гранта дающих организаций ответственных за экспертизу заявок мониторинг и оценку реализуемых проектов коллеги выключите микрофоны если вы не говорите пожалуйста там шумы какие-то ну идеи хорошие мы будем об этом думать но я знаю что уже сегодня у нас есть такие люди здесь больше обсуждают практические вопросы оценки не увлекаться теоретизированием так и планировалось интересно обсуждать кейсы причем в рамках одной темы чтобы сравнивать то что можно сравнивать или обсуждать задачи в рамках одного и того же уровня обобщения конечно ну будем тоже в этом направлении двигаться и постараемся как-то и кейсы подготовить тот коллеги знаете есть такой момент вот когда вы как здесь тоже рекомендовано более активно включитесь подготовку тут сразу же становится понятно что если мы хотим обсуждать кейсы то это другой объем совершенно подготовки но будем стараться вот такие результаты опроса теперь я хотел еще про результат 1 вопрос напомнить вам это то что чем в прошлый раз завершили четвертое заседание и здесь у нас было что трудности сложности в связи с мониторингом проектов и программ чаще всего встречаются вот 56 процентов при разработке инструментов для замера значений показателей и при разработке качественных показателей и именно поэтому мы эти два пункта в сегодняшнюю повестку включили володя я озвучу вопросы которые в итоге сложились и которые будем обсуждать на сегодняшнем свидании напоминаю что это развитие предыдущей темы до индикатор оценки и вопросы следующие в чем отличие показать или индикаторов и метрик эти термины используются в этом мире и поэтому мы решили с этим немножко разобраться почему так сложно разрабатывать качественные показатели и какие есть рекомендации по их разработке тоже очень важная тема в разговоре об индикаторах как разработать индикаторы для замера значений показателей с какими сложностями можно здесь столкнуться и как их преодолевать какой есть опыт использования ключевых показателей эффективности kpi так называемые но мы сосредоточимся естественно на деятельности нкоу обсуждение вопроса и следующее из этого применимы ли эта система kpi который широко используется в бизнесе для некоммерческих организаций в мире социальных проектов программ и вообще если опыт такого применения и последнее мы обсудим расскажем и обсудим такую важную тему как библиотека показателей для социально ориентированных организаций имеет ли смысл их создавать и какие есть за и против у этих библиотек вот такая тематика на сегодняшний день и мы переходим к первому вопросу показатель индикатор или метрика я кратко и хотел сделать вступление просто для того чтобы как-то наше обсуждение начать значит несколько комментариев если вы возьмете словарь то легко заметить что слово индикатор на русский переводится как показать слово показатель согласно словарю синонимов является синонимом слова метрика метрика эта мера позволяющий получить численное значение некоторым свойствам и вот одно из определений продуктовых метрик это качественный и количественный показатель на основе которых можно сделать вывод об успешности продукта например ну и вот еще одно можно найти на сайте министерства образования и науки соответствующие там у них есть какой-то программный документ и они в частности там упоминают о том что вот есть определение показатели индикаторы эти определения не совпадают отличаются они тем что показатель это количество значение непосредственно характеризующие что это а индикатор это вычисляемый элемент и они эти определения на самом деле есть книжки социальные индикаторы бородкин айвазян известная книжка кто этой темы интересовался ее можно найти социальные индикаторы авторы бородкин айвазян вот такая история то есть с одной стороны вроде как синонимы с другой стороны используются разные термины разными в разных областях и вот это как бы вторая часть который я хотел в качестве вступления для размышлений вам предложить значит мы попробовали ввести в google в поисковую строку термины относящиеся к показателям индикатором и получили следующие в английском и на русском вот если ввести айти информационные технологии и метрики да на английском языке то получается 722 миллиона ссылок google дает прилично если по-русски 32 миллиона ну то есть на порядок поменьше но все равно довольно много то есть можно сказать что войти и сфере используется активно термин да дальше если мы возьмем и вал яичен оценка да и метрики получается 346 миллионов английском варианте и 32 миллиона в русском варианте что тоже в общем практически идентично да тому что мы видим войти до количество ссылок маркетинг и метрики 296 миллионов в английском варианте в русском всего 386 тысяч то есть не так часто до явно мы видим меньше экономикой метрики 279 миллионов в английском варианте 52 миллиона 900 тысяч в русском варианте и из того что мы на вот пытались значит посмотреть это в русском варианте больше всего значит метрики используется в совокупности с термином экономика и наконец performance и метрики я специально пока не перевожу это слово 2 миллиарда с лишним ссылок в английском варианте то есть это превосходит значительно все остальное из того что мы смотрели и performance у нас иногда переводится как эффективность но вообще это перевод не совсем точный и довольно много тоже у нас ссылок 23 миллиона и вот здесь пара вариантов перевода понятия performance и мы можем с вами увидеть что ну перевод который мы найдем в словаре эффективность исполнения эффективность исполнения но смысл это не все не совсем точный перевод смысла этого слова это насколько хорошо что это работает человек организации и так далее вот это иллюстрация к понятию performance вот такая история уважаемые коллеги и это в качестве видения и конечно интересно теперь обменяться я честно говоря никогда в такой дискуссии не не участвовал и не думаю что она когда-то у нас была по крайней мере на русском языке они такого не слышал и тема то важны потому что мы используем разные термины и это имеет значение не имеет значение почему так получается и мы конечно я хотел отдельно спасибо володь балакирю сказать потому что когда мы готовились вы наверное обратили внимание там было чем индикатор отказатель отличается и про это мы много говорили много раз в разных в разных составах а володя говорит а как же метрики последнее время очень часто стали использовать и мы добавили и получилось мне кажется интереснее но у меня в качестве вступления все волны а ну мы давайте я открою дискуссию действительно истории с метриками моя личная была такой что я познакомился с онлайн курсом которые ранг и гп выложила и речь шла об обучении проектирование причем в области государственных программ в россии и там этот термин активно использовался вот но я не буду сейчас дальше продолжать эту историю меня вопрос ко всем участникам а какие термины используете вы ну когда имеете дело социальными проектами там системой мониторинга или может быть каких-то других областях вот из этой серии до индикаторы показатели метрики вот но просьба такая если вы скажете еще объясните почему именно почему именно вы используете такие термины пожалуйста я приглашаю желающих готов как-то это регулировать руку поднимать володя ли можно начинать говорить можно руку поднять можно начать говорить можно в чат написать я озвучу обязательно кому как удобнее технические возможности у всех разные и так какие термины используете вы может быть вас вынуждают использовать такое тоже возможно в мире социальных проектов программ например это требование донора ну вот галина ходоковская озвучив 1 до в чат что в социальных проектах все-таки чаще показатели и все так делают такую чаще показатель привычный галину показатели марину шакового а люди можно сказать да июль пожалуйста она я могу сказать про нас потому что занимаемся клиническим сервисом и наш показатели собственно перформанса это достижение тех индивидуальных целей которые есть у детей но если мы говорим про их изменения и это все прикручено строго к мкф это международная классификация функционирования то есть мы смотрим но в разрезе функционального прироста или не ухудшения всегда связано просто с исходным состоянием ребенка и тех целей которые ставятся но вместе с людьми принимающими решения конечно родить нас дети 03 а вторая история это перформанс на клинических специалистов и большому счету это тоже вещи которые важны для нас то есть для нас это выполнение документации как ни странно для нас это качество постановки целей и для нас это индивидуальные цели в коридоре профессионального развития то есть это больше перформанс перформанс и это касается все-таки достижение цели некоторых какой вы используете показатели но мы часто говорим метрики и перформанс но просто у нас так сложилось потому что ну как бы это связано с компанией да и вот этот язык но у нас еще была задача скажем так сделать менеджмент привлекательным вот то есть управленческие штуки хорошо ну я вот обращаю внимание еще на сообщение в чате что здесь более сложные есть комбинации когда говорят индикатор результата или показатель результата вообще-то используют слова результат мы проект тоже будем говорить но именно в контексте как я понимаю вот таком то ли индикатор то ли результат да вот ну или какой-то синоним этого вот но индикаторы тоже используются какие-то еще есть соображение какие-то ну примеры можно да пожалуйста ну вот моей практике конечно поскольку как эта работа по найму оценка да поэтому чаще всего показатели индикаторы но если мы оцениваем сотрудников это было такое ну несколько было частных случаев исследовать показатели качества работы сотрудников там конечно было что-то похоже на пианино мы пытались как-то это разработать но используя в частичную методику титоконте а вот что касается перформанса ну вот в тех сфере с которой я работаю для меня перформанс это стандартный перевод как это спектакль или представление вот если мы изучали например как представлены результаты не так как они как они получились как они значит количественно качественно но как они представлены защита проекта вот там можно было смотреть как выглядит качественно представление не может быть мы потом оценивали уже внутри команды как это было представлено хорошо они представили ли плохо не улучшили свое свое вид взгляд на свою работу спасибо но я не знаю можно ли такой вывод сделать из обсуждения но есть ощущение что это те что люди когда применяют эти показатели по твоей термины да то все таки в каждом конкретном случае это не есть нюансы вот нет какого-то точного такого определения да вот но социальной сфере я имею ввиду в первую очередь вот хотя попытки такие приводятся но мы как будто ощупываем какую-то общую область и вроде понимаем о чем речь идет но она такая не совсем четко очерченная вот вот у меня такое ощущение знак давайте двинемся дальше после этого можно пожалуйста да я думаю что здесь все таки конечно от определенной традиции зависит вот как юля рассказывала то есть мы находимся в разных контекстах и в этих разных контекстах склад сложились уже определенные традиции и мы как бы эти традиции продолжаем и соответственно эти термины используем хотя получается что означает они ровно в общем-то одно и то же то есть они синонимами являются в очень многих случаях я не буду говорить обо всех случаях но очень многих случаях эти термины являются синонимами вот например для нас да мы как вы знаете придерживаемся там определенной классификации видов оценки и один из видов оценки индикаторная оценка поэтому мы конечно не станем отказываться от понятия индикатор и мы всегда понимаем индикатор как синоним показателя показатель это индикатор калька с английского показатель это русское слово которые идентичны вот по смыслу понять индикатор но мы знаем что есть другие подходы и не знаю вот посмотрим как будет развиваться ситуация ну наверное нам просто надо всем иметь ввиду что а часто используют как синонимы показатель индикатор метрика иногда смысл не совпадают зависит от контекста и что в общем наверное если мы с кем-то взаимодействуем с кем у нас не совпадают термины используем и лучше это обсудить чтобы было понятно нет ли противоречия далее я бы это добавил спасибо хорошо давайте двинемся дальше вроде по понятиям немножко обсудили как зафиксировали ситуацию лишь микрофон надо включить а я перед этим когда речь говорил я ничего не слышно было вообще не слышно я был последний кто сказал передал тебе слово поэтому можно начинать нет ты мы слышали про соображение по поводу необходимости прояснения понятия в каждой резюме а то я застрелиться уже хотел это нормально ладно так почему так сложно разработать качественные показатели и какие есть рекомендации по их разработке значит прежде чем перейдем к обсуждению коллеги мы здесь рассчитывали что вы поделитесь своим опытом практическим все-таки давайте обозначим что количественный показатель отвечает на вопрос сколько и это количественные характеристики программ или проекта или деятельности организации и тут может быть разные в разных вещах идти речь на всегда ответ на вопрос сколько выручку число оказанных услуг объем продукции охвата аудитории число просмотров там это все на количественный показатель теперь когда мы говорим о качественном показателе он относится качественной характеристики программ проекта или деятельности организации и на вопрос сколько непосредственно он не отвечает например удовлетворенность благополучателей вопрос сколько не отвечает степени интерактивности сайта степени освоения учебного материала готовность клиентов рекомендовать услугу знакомым все это характеристики качественные и при прямо они не связаны соответственно вопрос сколько и качественные показатели относятся именно к таким характеристикам важный момент какой вот мы хотели бы здесь озвучить и когда готовились мы подумали это надо включить может быть у нас в обсуждении как-то это тоже еще всплывет значение показателей во всех случаях является численным числом и для количественных и для качественных показателей значение показателя это число и вот если говорить о разработке качественных показателей то я ну вот на начну обсуждение да и у нас был пример уже когда мы проводили опрос участников заседания клуба и вот у нас важный был параметр такой отношение к клубу конечно характеризуется тем готовы ли люди рекомендовать знакомым участвовать в клубе и какой здесь фокус мы имеем некую качественную характеристику нужно и нужно для того чтобы получить численные значения которые будет с ней связано нам нужно от характеристики перейти к какой-то шкале в данном случае вот мы простую шкалу с ползунком предложили один точно не порекомендую 10 точно порекомендую и предлагали людям интуитивно поставить ползунок на ту точку которая по их мнению вот это отражает их отношение к клубу и будут ли они рекомендовать и соответственно получается результат таким образом то есть вот среднее значение мы получаем 9 это означает что подавляющее большинство отметили 9 или 10 но было несколько оценок которые около пяти шести но в среднем среднее значение получается 9 и таким образом мы получили шкалу который позволяет определить численные значения для качественного показателя мне кажется что переход такой шкале в частности и в чем трудно связано нужно очень хорошо понимать сущности того о чем мы говорим природу это явление сущность этого явления тогда можно перейти к шкале ну вот пожалуй для в качестве введения все давайте к обсуждению перейдем тут есть комментарий на который мне кажется надо ответить что здесь это не показатель почему с ее точки зрения потому что среди ее знакомых некому рекомендовать и в этом смысле ответ человека может быть как бы отражать но не то что планировать отразить можно сделать комментарии в этом индикаторе заранее заложена гипотеза то что у человека человека из такой среды что у него есть окружение которому стоило бы порекомендовать и этот вот кейс веры не учитывается практически в данном случае есть таких людей очень много на самом деле становится существенным и тогда там он очень сильно искажает картину я согласен ну то есть это скорее не к построению индикатора да как нет нет я согласен с тем что сказал анатолий я не согласен с тем что это не является индикатор вопрос как мы назовем этот индикатор да и как бы то что я нахожусь в особых условиях и мои друзья не могут заинтересоваться этой темой это не означает что это не индикатор да то есть мы можем сказать что это характеристика отношения к клубу но мы исходим из определенной предпосылки здесь как правильно сказал анатолий а вот он руку поднял да я вижу еще есть одно соображение по этому индикатору и он этим интересен а вот опять-таки возвращаясь к сущности его когда мы спрашиваем человека готов ли он порекомендовать то мы во первых снимаем его первую эмоциональную реакцию если мы прямо сейчас спрашивать по ходу да а во вторых там же еще есть одно искажение вот трудность этого индикатора то что он показывает а он ну то есть правильно же вопрос заключается в следующем порекомендовали ли вы рекомендовали вы кому-нибудь клуб то есть сделать произошло ли что-то в вашем поведении такое значимое что ну клуб стал для вас болезнь это более важный показатель как мне кажется но его трудно измерять и его трудно мерить и получать что мы меряем более простую вещь вот эту эмоциональную реакцию да я хочу вот вместо того что показателя который был бы более наверное точен я не знаю ну да но вот смотрите мы это пригласили участников дискуссии и как раз в дискуссии по поводу в чем вы видите сложность именно разработки качественных показателей вот сейчас вроде бы такой простую вещь да там но нас клуб закрытый вот решили так это мы сталкиваемся с дискуссией да по поводу того что показатель отражает может быть я обращаюсь ко всем участникам вы можете тоже сказать о том какие сложности с вашей точки зрения именно разработки качественных показателей существует мы сейчас про качественные показатели говорит вот может быть у вас есть рекомендации с этим что нужно делать и каким образом эти трудности преодолевать пожалуйста я приглашаю володя я бы еще только до к этому примеру может быть в примере что не очень удачно я когда это включал я тоже об этом думал у нас там нет наименований показатель то есть мы не назвали ту характеристику которую мы на самом деле хотели померить а характеристика наверное может быть какая например удовлетворенность участников тем что происходит в клубе да или какое-то их отношение клуба вот что-то из этой серии это и это вот таким образом замерены как анатолий сказал ну да это вполне может быть вот мне понравилось насколько участникам нравится мне понравилось поэтому я порекомендую друзьям но мне кажется да но мне кажется вот это одна из первых сложностей я бы вот может затравку сделал что когда мы говорим разницу между количественными качественными показателями в том что качественный показатель довольно трудно определять то есть мы определяем ну в отличие от количественного да когда вот есть количество наблюдаем и да мы можем посчитать но когда мы приступаем ну или возникает такая необходимость разработки чего-то другого да то вот определить эту характеристику что мы пытаемся измерить это довольно сложная задача и интерпретации этого как мы видим могут быть разными то есть мы вот сейчас делали показатель но не очень точно определили какую характеристику мы измеряем и в этом есть сложно иногда проще как бы придумать инструмент чем объяснить в случае качественных показателей а что именно измеряется ну или дать однозначное определение вот мне кажется это первый труд но мне кажется что алексей предложил хорошее решение на самом деле если точно пытаешься понять что ты меряешь и тогда у тебя возникает некоторая шкала наверное сейчас у меня родилась такая мысль степень удовлетворенности до степени удовлетворенности я доволен я поставил высокую оценку я доволен настолько что мне кажется что я буду другим советовать а я доволен настолько что я советовал другим вот а если последнее замерять очень тяжело то вот это вот что я над доволен настолько удовлетворен что у меня возникло по крайней мере желание поделиться информация об этом то но это нам тоже хороший нормальный показатель там что-то показывает вот ну правильно анатолий но я сейчас прежде чем объяснить что мы меряем до пришлось целую теорию изменений да по сути дела описать но или что-то близкое похоже на теорию изменений да какую цепочку рассуждений да почему то что мы меряем и вот почему задавая такой вопрос да или придумав такую шкалу что за этим мы имеем ввиду и что мы хотим в действительности померить да то есть не просто действия сколько человек у нас сообщила пригласил друзей своих коллег или не пригласила мы говорим что речь идет об удовлетворенности до семинара например примеру то есть вот мне кажется в этом сложно что здесь какая-то непрямая такая не очевидная требующий серьезный глубокий обсуждений ну зависимость и если мы говорим о качественном показателе хотим это какому то чудо еще требование обязательно что это число да то есть мы должны объяснить почему вот это число которое мы получаем как она связана с какой-то качественной характеристикой цепочка какая-то рассуждение поговорили и выработали решение мне кажется что просто рекомендацию надо сделать а как вы когда садись на это поговорить пять минут на эту тему и и выработаешь и шкалу и показатели будешь понимать что это именно меряешь вот мне там комментарий нравится в этом чате по поводу трудности да вот юля богданова говорит а трудность еще в том насколько точно да вот мы рассуждение сделали по поводу этой цепочки на вопрос насколько она чувствительна потому что у нас даже по поводу вот этого простого вопрос тоже споры возникли да у кого-то своя ситуация так далее мне кажется это чувствительность имеет отношение и у юли еще один комментарий там последний валу ну да с недобровольными труднодоступными клиентами ну да как померить удовлетворенность клиентов которые были недовольны да или ну и так далее которых силой привели до которых связи у нас мало таких а вообще бывает хорошо еще какие-то соображения сэсэк да пожалуйста коллеги мне кажется что у нас наша дискуссия мини дискуссия вот это про этот вопрос немного отражает в принципе как бы две такие тенденции то есть одна тенденция все усложнить другая тенденция все упростить вот и мне кажется что мы почему-то все время говорим или или но то есть это просто будут два разных трека но это вот как идти налево идти направо или прямо вот а это возвращает нас к тому что получается что нужно определить а то есть больше понимать про себя вот это отчасти подтверждает вот в течение года я довольно много общалась с исследователями экономистами и их реакция например на вот на многие вопросы была если вот так ее суммировать что мы нкоо сами про себя знаем мало но то есть вот то что исследователи тратят много времени на вот понимание ситуации вот этой стартами а зачастую получается что вот мы нкоо мы проскакиваем этот атак потому что нам кажется что и так все понятно вот поэтому мне кажется что какое-то какое-то время все равно придется потратить на то чтобы лучше понимать действительно про себя ну то есть вот вот этим мы идем нам нужно усложнить и поэтому мы идем в эту сторону мы идем путем как раз анализы не только своих показателя но и вот как или говорила и про отраслевые и и так далее то есть получается все равно отправная точка мы должны лучше понимать про себя и здесь важно дать вот это вот какое-то пространство то есть понимание а что собственно говоря нужно анализировать и что это даст вот мне кажется у нас пока этого пока не так много вот такое соображение про качестве показателя а сторону упрощения это тоже очень важный фраг потому что на самом деле большинство не нужно усложнять то есть можно идти более таким простым путем мы видим это на опыте вот как раз и смотреть на народную практику там но очень много упрощения за этим конечно стоит огромный пласт работы но если приходит какая-то такая вот новая нкао она и проще понимать все она может посмотреть взять и библиотеку показать посмотреть на какие-то кейсы конкретные мы можем попробовать вот такие вот мысли ну я может быть соглашусь да с частью того что секс сказал но в случае с качественными показателями ну что понимать под словом понимание себя но качественные показатели часто ориентированы на отражение каких-то процессов например которые происходят с человеком но в процессе воздействия на него да например ну вот удовлетворенность да это же внутренний процесс а я удовлетворен или не удовлетворен и тут даже дело не в том насколько мы понимаем но вообще понимание того а каким образом это происходит в процессе каким образом это происходит в процессе у меня пример недавно такой дискуссии короткой был экологический проект, проходит акция для детей в школах, направленная на то, чтобы ребенок пользовался раздельным, мусор разделял, и выработаны индикаторы. И идея состоит в том, что такой заход, что по сути дела акцию провели, после этого все дети взяли и начали дома разбирать этот мусор, сортировать и в соответствующие ящики выбрасывать. Вы знаете, это как бы про себя вроде, мы так решили, но с другой стороны, если обратиться, речь идет об изменении поведения, поведения привычного, устойчивого, причем в среде недружелюбный к таким решениям. Я про нашу страну говорю. И вопрос, каким образом мы представляем процесс, когда ребенок, проведя час, два, полтора, три часа на каком-то мероприятии, решил изменить поведение. Вот как это представляется? И мы хотим этот процесс измерять, да? Измерять. Ну, мне кажется, вот здесь не только про себя, но и про понимание того, что происходит с людьми, когда они являются участниками благополучателей социальных проектов программ. Вот про эти теории. И это такая, я считаю, непростая задача. И мне кажется, это еще одна трудность при разработке качественных показателей. Все-таки возвращаясь к тому, то есть… Безусловно. То есть без анализа ситуации никуда. То есть и там, и там. Но просто я имею в виду, что у нас внутри сообщества противоречие, что одновременно есть тенденция глубже погрузиться. И здесь многие вещи, которые без, например, соединения с наукой, ну то есть с практиками, в смысле практиками, с следователями. То есть, например, приведу пример. Вот сейчас очень такие интересные и, мне кажется, прямо востребованные в будущем в НКО тенденции в маркетинге. Когда они на стыке IT очень глубоко пытаются понять вот эти поведенческие вещи. И мне кажется, это как раз вот этот трек, который нужен для тех НКО, которые работают в сложной, ну не знаю, в здравоохранении. То есть это вот туда, но особенно если они работают именно с точки зрения там, решая какие-то проблемы с серьезными заболеваниями и так далее. Вот. Но опять-таки та тенденция, которая есть к прощению, то есть дайте нам простые решения, да, за этим будет стоять огромный пласт работы. Но это тоже как бы такой трек важный. То есть про него не нужно забывать, что очень многим НКО нужны такие простые и очевидные вещи. Вот. Поэтому здесь просто будет нужно попробовать. Ну, то есть было бы здорово. Я думаю, что, наверное, так и будет, что будут возникать проекты, которые будут отвечать и тем, и тем тенденциям. Ну вот. В общем, просто имею в виду, что за этим разные вещи стоят. То есть вот хорошо. Хорошо. Так. Анатолий хотел сказать, и у нас там в чате тоже дискуссия развивается. Давайте Анатолию сначала. Ну, я как раз к дискуссии, которая в чате. Маленький комментарий к тому, что СССР сказала. Ну, во-первых, мне кажется, что индикатор – это всегда упрощение. И, соответственно, в случае качественного индикатора это такое очень опасное упрощение. Там можно выбросить сущность чего-то, и тогда индикатор перестанет быть рабочим. А вот следующее, оно вот к тому, что Юлия пишет в чате, и прямо такой вот крик души, я бы сказал, в отношении вопроса удовлетворенности. Дальше возникает вопрос – это хороший индикатор или плохой? То есть отражает ли он сущность? Ну, вот и Юлия приводит медицину, что удовлетворенность или излечение, то есть это разные вещи. Если начинаешь мерить удовлетворенность в медицине, то это опасный такой риск, потому что люди будут думать про стены, а не про качество медицины. Но что касается клуба, мне кажется, это же важный сущностный такой индикатор. Значит, надо задать вопрос – это связано с сущностью того, что происходит, или мы хотим каких-то более результатов от этого клуба, чтобы все стали применять оценку у себя и так далее. И тогда, может быть, индикатор удовлетворенности не сильно важен, или важен как только качественный индикатор как ступенька к главному, к самому важному, и нужно мерить и его, но нужно еще создавать какой-то индикатор, например, стали ли все внедрять оценку у себя и так далее. То есть тут такой важный вопрос пошел на эту тему. Отражается ли это индикатор глобальную сущность или глобальную задачу, сверхзадачу того, что происходит, то, что делается? – Получается, как-то мы сильно с качественными индикаторами все усложнили, нет? У меня вопрос к участникам, которые пока не активны. – Что вы думаете? Разделение есть такое. Возьмите любую заявку донора, если совсем опускаться на такой технологический уровень, там есть – опишите качественный и количественный индикатор. Может быть, нет никакой проблемы на самом деле. – А как же 56%? – А можно я пример расскажу? – 56% чего? – В прошлый раз 56% сказали, что проблемы есть. Больше всего сложности возникают при разработке качественных индикаторов. – Понятно. – Анатолий пример приведет. – Мне кажется, я его приводил в прошлый раз. В фонде, где я предыдущий работал, у нас была такая задача – нам нужно было профессию создать цифрового журналиста. Но, по-моему, я приведу еще раз. Мы себе поставили качественный индикатор, что в 15 университетах появится эта профессия, ее будут преподавать. И потом приходит ко мне человек в середине проекта и говорит, слушай, 15 университетов – ерунда, у нас не получится, и смысла нет тратить ресурсы на 15, давай сделаем 5. Я говорю, вообще без проблем, давай 5 сделаем, лишь бы хорошо было. Все равно это будет индикатор того, что что-то появилось, что профессия начала проникать на уровень преподавания. И мы сделали 5, и я честно скажу, вообще-то был индикатор 15, стал индикатор 5. Ничего в жизни не изменилось. Вот в реальной. Даже лучше стало. Индикатор меньше, на самом деле, но мы зато 5 сделали более качественных. Там комнаты создали из цифровой журналистики. То есть мы так ресурсы более локализованно использовали. И вот это проблема с качественными индикаторами. Что 5, что 15 – и то, и другое хорошо, что-то другое за ним стоит. Но реально получается, что это был индикатор ни о чем, если его можно в три раза уменьшить, и почти ничего не изменилось. Вот проблема с качественными индикаторами. Ну вот смотрите, Вера Чадаева в чате написала, качественные показатели все-таки больше про отложенные результаты. Вот вы знаете, я бы тоже в этом направлении подумал, потому что глядя, например, на формат заявок некоторых доноров, и когда ты встречаешься с описанием «опишите количество индикаторов», «опишите качественные индикаторы», у меня все время возникает ощущение, что в данном случае донор требует не индикаторы описать, а вообще-то перечислить некоторые промежуточные результаты проекта. И вот эта смесь такая, мне кажется, это тоже проблема есть такая. А в чем разница между качественным индикатором и результатом? Если требование такое, описывать качественные индикаторы без цифр, я бы склонялся к мнению того, что это фактически описание результата. Но индикатор – это не результат. Мы это на прошлом семинаре говорили об этих различиях, но в случае качественном, вот здесь есть какая-то непонятная такая размытая граница между двумя понятиями. Ну и, соответственно, между тем, что мы описываем при разработке проекта, при описании проекта. Я хотел бы отреагировать на то, что у нас вокруг отложенных, неотложенных результатов в чате происходит. Коллеги, мне кажется, да, это важное соображение, и, конечно, качественные показатели могут к отложенным результатам относиться, но на самом деле вполне себе можно представить качественные индикаторы процесса, которые вообще вот здесь и сейчас будут характеризовать ситуацию. Ну, например, если будет речь идти о том, насколько интерактивный, ну, использование интерактивных методов там в преподавании, предположим, да, тема такая, я сейчас не придумаю там название индикатора, но смысл такой, вот насколько, вот так можно сказать, качество взаимодействия учителя с учениками во время урока. И это неотложный результат, конечно. И, по-моему, вот очень важный момент, который Анатолий сказал, да, что это, когда мы говорим о качественном явлении, оно настолько всегда, ну, сложное и многомерное, и попытка его свести к нескольким показателям, она всегда, конечно, это всегда упрощение, и порой даже удивляет, ну, эта степень упрощения иногда это доводит до абсурда. Я полностью согласен, да. Ну, смотрите, вот Вера предлагает какой выход. Давайте откажемся, я так в пределе, да, Вера не предлагает, но я как бы продолжаю эту линию. Давайте откажемся от термина, от понятия качественные показатели, и давайте будем считать, что это просто промежуточные результаты, и оставим количественные показатели. Вопрос тоже, можно ли так сделать, если такая трудность? Может быть, она трудность связана с тем, что мы пытаемся уловить, да, плюс вот эти сложности с точностью определений, с определением самим. Может быть, вообще отказаться от этого термина и считать, что качественных показателей не существует? Довольно радикальное предложение. Да, да, вот такое радикальное предложение. Что вы думаете, уважаемый коллег? Я бы так далеко не пошел, не просто потому, что уже сложилось определенное понимание, и за этим много что стоит, но просто мы знаем, что качественные показатели реально работают в каких-то случаях. И схема-то какая? Вот, ну, пример, да, мы сталкивались вот при оценке сайтов там, например, есть показатель степени интерактивности сайта. Интерактивность – понятное понятие качественное, да, но для того, чтобы его перевести в численное значение, надо придумать шкалу. Для этого надо изучить сайты, посмотреть, как сайты взаимодействуют с человеком, с пользователем, ввести какие-то категории взаимодействия, где будет спектр от очень низкой степени интерактивности до очень высокой степени интерактивности. Эта шкала будет у нее, она будет такой описательный характер носить, да, и тогда каждый пункт на этой шкале можно обозначить числом, и, соответственно, когда мы говорим степень интерактивности 3, это будет означать, что я могу с этого сайта загрузить информацию себе и обратно на сайт отправить. К примеру, да, 2 будет несколько меньше, а 4 будет несколько больше. Но, и поэтому, ну, это нормальный вполне себе показатель, он работает, и я бы совсем отказываться не стал бы, но хорошо понимать явление, о котором идет речь, мне кажется, здесь принципиально важно. Ну, вот СССЕК тоже говорит о том, что как раз необходимость в понимании причинно-следственных связей между действием, которое мы подсчитываем, да, и что это действие означает, да, какое качество тогда сайта. Да, Анатолий, я вижу руку, пожалуйста. Ну, еще одно соображение на эту тему. Давайте медицину возьмем как пример. Мне было бы интересно подискутировать все-таки вот на примере медицины, которую вот здесь приводится в чате. Но если мы возьмем показатели только количественные, например, да, то первое, не начнется ли у нас, ну, там, например, сколько людей вылечивается, то не начнутся ли здесь злоупотребления вот какого свойства, которые, собственно говоря, бывают. Некоторые клиники для того, чтобы показывать хороший общий суммарный показатель, они берут только такие случаи, которые имеют шансы на излечение, и пытаются исключить случаи, которые как бы не… которые имеют мало шансов, ну, например, в онкологии – это там, какого уровня заболевания там какой. Или то, что были манипуляции с показателями начинаются, например, когда человека выписывают за несколько дней до смерти, просто чтобы не портить статистику, например. И есть ли здесь какие-то качественные показатели, которые могли бы более достоверно отражать картину и результативность действий тех или иных институций, ну, то есть вот клиник, например. Вот из медицины, даже если брать примеры, то чисто количественные показатели, есть риски. Кстати, в бизнесе были такие же риски, когда все ориентировались только на прибыльность и очень быстро поняли, что там тоже начинается злоупотребление, компания может на коротком отрезке показывать хорошую прибыльность, а там все остальные показатели более качественные, которые отражают развитие компании. Если они игнорируются, то через несколько лет у вас будет прибыль, 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 а потом вы просто рухнете, потому что там вопрос капитализации или что-то еще, то есть там они не будут учтены. Ну, вот Юлия пишет в комментарии, я бы тоже на это обратил внимание, и это к вопросу о применении качественных показателей. Мы в любом случае должны какие-то этические моменты учитывать. Ну, понятно, что разрушить можно все. Кстати, с количественными индикаторами, там, насчет манипуляций, да, тоже, это как бы общая черта для индикаторов или для показателей, ну, возможность манипулирования данными, да, как бы это, вот. Но, может быть, в случае качественных показателей особенно аккуратно нужно к этому относиться. У меня нет ощущений завершенных, да, Алексей руку поднял. Я про медицину тоже хотел сказать. Есть такая история про то, что великий целитель, он так скромно устроился в поликлинику, участковую, доктором просто. Ну, и сидит очередь, новый доктор. И туда, значит, в инвалидной коляске заезжает человек, и через некоторое время пешком выходит оттуда. И его очередь спрашивает, ну, как новый доктор? Да, говорит, не очень, говорит, даже давление не померил. Я это к чему? Что, на самом деле, вопрос следующий, у нас там есть про инструменты, как мы замеряем значение показателей, это важно. И вот Юлия тоже об этом писала. То есть, конечно, если мы хотим оценить качество медицинских услуг, то как бы руководствоваться исключительно ощущениями там пациентов только этим. Это, конечно, будет рискованно. Весьма специфическая задача. Можем мы как-то подвести итог короткий, поскольку, ну, небольшой, потому что мы вроде продискутировали, но если говорить о качественных показателях, вот все-таки можем ли остановиться, у меня есть острое желание, ну, какие-то метки поставить, да, вот в этой теме, которая сложная, да, по-разному понимается, еще более по-разному, чем метрики, индикаторы и показатели, мне кажется, вот. Но можем ли мы все-таки выработать какие-то вещи, вот, ну, например, да, вот я могу затравку сделать. Ну, первое, все-таки, когда мы говорим о качественных показателях, это число. Вот, ну, и от этого нельзя отходить. Ну, вот, с моей точки зрения это важно. Иначе речь идет не об индикаторах. Потому что если индикатор, это число, там, возьмем там физику, да, и так далее. Число. Вот, как бы, первая такая рекомендация. Если вы говорите о качественном показателе, требуйте, да, или попробуйте сформулировать, но это должно быть численное выражение чего-либо. Не знаю, есть ли какие-то еще такие советы, которые помогут все-таки эту зыбкую такую тему, ну, как-то поставить на опоры. Да, Вера, пожалуйста. Ну, вот, согласна, что это число, конечно. И все-таки, поскольку проекты все, ну, имеют свои отраслевые особенности, и все грантодазели еще на каждый проект накладывают свои отраслевые какие-то требования и особенности, может быть, попробовать как-то ввести в обиход уже для доноров понимание того, что некоторые проекты, которые ограничиваются конкретными датами, ну, типа сбором мусора, извините, да, там можно сразу выработать, учился ребенок собирать мусор или не учился. И есть проекты, которые априори не могут иметь сразу конечный результат, то есть есть промежуточный результат. И как-то их настроить на то, ну, чтобы они с пониманием относились к тем показателям, тем индикаторам, которые человек, который запрашивает эти деньги и тот человек, который проводит мониторинг, мог этого грантодателя удовлетворить. Потому что все-таки крупные проекты, ну, вот, к примеру, такие, которые много лет занимаются, скажем, детями-сиротами или там еще, ну, серьезными какими-то вопросами, и в том числе в медицине, они могли бы, ну, можно было бы, вернее так, оценить, что есть вот, ну, моя практика. Когда пишется проект, это целевая группа, территория, общество. Это мультиплицируется по другим территориям, оно приносит пользу обществу или только территории. Если на территории закончили, значит, есть что-то для территории, скажем, в рамках стратегии территории. А если есть для общества, то есть стратегия национального проекта. И тогда ждем, чем кончится. Ну, то есть, чтобы не только мы мучились там, кто занимается, но и другие как-то понимали, вот, что происходит. Ну, хорошо. Но все-таки, если говорить о конкретной рекомендации, у нас в исследованиях было побольше конкретных рекомендаций, да, вот. Я бы, вот, первая рекомендация, говорить о качественных показателей, обязательно число. Это ко мне, с моей точки зрения, конкретная рекомендация. Я сейчас не говорю, как это сложно сделать и так далее, но на выходе должно быть число. И это как бы рекомендации для доноров и для разработчиков, там, для людей, которые оценивают проекты и так далее. Есть ли еще что-то? Я бы добавил, Володя, тогда, что, ну, понимать, что использование показателей индикаторной оценки всегда связано с упрощением и обязательно предполагает, соответственно, переход от жизни во всем ее многообразии к некоторой модели. То есть, сначала модель, потом качественные показатели. Какую-то модель надо, то есть, понять, как это работает, и потом уже мы придумываем качественные показатели. И следующий момент, мне кажется, тоже как резюме, ну, один из выводов, можно так сказать, что, когда мы реализуем какой-то проект или программу социально ориентированную, есть всегда четыре важных вещи, про которые нам надо понимать. Первый, нам надо понимать, сколько мы всего сделали, это относится к нам, масштабы, да, и насколько хорошо мы это сделали, соответственно, это качество. И другая сторона, это каковы масштабы изменений, это количество, да, и каково качество этих изменений уже для благополучателей. И там, где речь идет о качестве, качественные индикаторы в принципе могут использоваться. Но, наверное, как уже говорилось здесь, ограничиваться только индикаторной оценкой здесь неправильно, если мы хотим понять качественные явления. Ну, то есть, по сути дела, твой совет, да, в ситуации даже любых индикаторов и качественных может особенно понимать ограничения, да, что, несмотря на то, что мы получаем число, да, но, как бы, точность этого отражения качества, она, как бы, может быть только такой теоретической. Ну, условно говоря, мы определили, да, и мы считаем, что вот в рамках нашего проекта это качество, да, можно измерять таким образом. Но надо понимать, что в реальности могут быть разные вещи, исключения. То есть, мы редуцируем реальность. Показатель качественный, он редуцирует реальность. Апологизировать его нельзя. Если 100% заявили удовлетворенности, да, но это не значит, что в реальности это так, да. Ну, вот, и это речь не о приблизительности показателей, а речь именно о сложности отражения этого качества, да, и так далее. Хорошо, но, не знаю, сложная тема, да, сложная тема. Давайте мы зафиксируем какие-то вещи, вот. Я считаю, что вот если результат этого обсуждения будет все-таки, ну, понимание людей, что и качественный показатель должен быть числом, как минимум, для меня это очень важная точка, да. Вот, вот, как бы число, и все. И на этом надо стоять. Есть сложности дальше, как это сделать, но нельзя отходить от этого базового понимания качественного индикатора. Хорошо, давайте двинемся дальше, к инструментам, потому что это следующий вопрос, и мы начали уже затрагивать в теме качественные индикаторы вопрос об инструментах, как эту цифру получать, он, конечно, очень важный вопрос. Ну, я что-нибудь скажу для начала, да, Володя? Да-да, пожалуйста. Я тебе слово передаю. Хорошо, да, ну, коллеги, конечно, ну, здесь много есть аспектов и какие сложности возникают, но я бы сказал так. Первый момент – это то, что разработка любых инструментов предполагает, что мы должны иметь соответствующие компетенции. Ну, условно, скажем, да, для замера значений показателя надо провести анкетирование. Анкета разрабатывается по определенным правилам. Плохо разработанная анкета даст нам какие-то результаты, которые неправильно будет использовать, им нельзя будет доверять. Соответственно, мы должны знать эти правила, должны следовать им, должны квалифицированно это делать. А у нас не всегда такие компетенции есть, а не специфические. Как СССР сказал, конечно, исследователи всегда будут говорить, что вы мало о себе знаете. У них работа такая. Их работа вся заключается в том, чтобы мы больше о себе знали. Но, с другой стороны, когда есть НКО, который решает какую-то социально значимую задачу, больше знать о себе зачастую действительно не является их приоритетом. И компетенций нет соответствующих. Так что вот первое – это компетенция. А второй аспект, который сложный, как мне кажется, это в нормальном смысле создание своего рода бюрократии, каких-то процедур, каких-то процессов, документов, которые позволяют, например, регистрировать значения тех или иных показателей, какие-то формы надо заполнять, эти формы куда-то отправлять, где-то их обобщать. Это целая система. Это вот вторая сложность, которую бы я отметил. Как их преодолеть? Ну, про компетенции. Либо свои наращивать, либо пригласить компетентного человека. А насчет системы, ну, надо понимать, что именно так оно работает, и поэтому без создания системы мы вообще ничего не замерим. Поэтому тут иллюзий просто не дало. Избавляться от иллюзий, что достаточно назвать показатели, и он сам будет замеряться. Тут надо целую систему делать, и людей инструктировать, и так далее. Спасибо. Уважаемые коллеги, что вы думаете по этому поводу? Вопрос на экране для обсуждения. Может ли вы какие-то, может быть, примеры привести? Или, ну, может быть, опять тоже попробовать рекомендации какие-то для разработки инструментов? Мы на самом деле в предыдущем пункте много об этом говорили, тоже так получилось, да? Затрагивали этот вопрос, поэтому можно и дальше двинуться, если что. Ну, или, значит, что никаких... Нет. Есть, 56%, ты кончаешь. Вот, СССР сейчас скажет. На самом деле, у меня, наоборот, даже очень много чего есть сказать, поэтому я как-то... Но я не буду. Я скажу вот, что... То есть, с одной стороны, все-таки, наверное, придется идти... Не то, что придется, а надо будет как-то искать вот этих исследователей, которые помогают больше понимать про себя. И такого должно... То есть, у нас не так много, на самом деле, пока исследовательских центров, которые занимаются этим. Они есть, и это здорово. Вот, но, конечно, их нужно больше, особенно в регионах. Ну, там, в региональных университетах, например. Вот, потому что это просто потом упростит жизнь НКО. Ну, то есть, будет проще с этим работать. Ну, даже вот маленький пример. Разработать хорошую анкету, это действительно очень сложно. И что? То есть, это что, нужно заставлять самих НКО, чтобы они нарабатывали этот навык? Ну, не самое очевидное. Кто-то сможет научиться, а кто-то, у кого-то просто ресурсов таких не будет. И поэтому здесь как раз логично сотрудничать с университетами. И его примеры мы уже видим. То есть, вот у нас вышка в этом плане, есть лаборатории, которые в этом помогают. Это очень здорово. Ну, опять-таки, если говорить в сторону упрощения, если будут появляться какие-то конструкторы анкет, это тоже здорово. Ну, за этим тоже будет большая работа стоять. Потому что они не могут возникнуть так в сферическом вакууме. Уже появляются. Они появляются, но они пока еще все-таки, ну, такие. Нужно за ними, ну, то есть, работы должно быть больше за ними стоять, для того, чтобы они действительно были полезными. Отвечали. Вот не просто конструктор, вот, задайте такой вопрос и так далее. То есть, ну, это здорово, то, что они уже есть. То есть, это прямо вот, это дальше, я думаю, конструктор, должно быть больше. Особенно по тем, как раз, и опять-таки, почему понимание про себя и для кого, потому что для каких-то вещей, может быть, не стоит заморачиваться. Будет достаточно действительно простой конструктор. А для каких-то вещей, ну, все-таки нужно будет. То есть, это просто вот такая вот развилка. А для того, чтобы понимать, что эта развилка есть, то есть, вот тоже это должно все равно знание возникнуть. Это раз. А второе, это все-таки, наверное, про… Ну, наверное, я пока на этом остановлюсь. Пожалуйста. А вот Алена. Алена, да, я вижу. Алена, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Слышно меня? Да-да-да. Я тоже сначала молчала про этот вопрос, потому что, согласно СССР, здесь, кажется, говорить можно очень много и долго. Вообще, как разработать инструмент, зависит от конкретного показателя. Но важно, и какие сложности здесь могут быть. Ситуация меняется быстро. Участники могут в различные проектные процессы, в НКО включаться различные. И, соответственно, если мы один раз разработали какой-то инструментарий, не значит, что мы сможем его использовать всегда. И про это нужно помнить. То есть, не использовать одну и ту же, не знаю, там, 10 лет, 5 лет назад, 3 года назад разработанную, может быть, анкету или какой-то бланк наблюдения, если ситуация изменилась, проблема как-то изменилась, или ресурсы, или подходство к другу. То есть, вот эта сложность, про которую, мне кажется, тоже важно помнить. Например, активно развивается онлайн-взаимодействие и по старинке что-то спрашивать, да, про не учитывая сторону онлайн, диджитализацию, сейчас, конечно, это очень странно. Вот это первое, что я хотела сказать про сложности. А второе, это то, что если это как... Вот есть же такие качественные показатели, которые очень многогранны, и у каждого проекта эта модель внутри может быть своей. И, соответственно, инструментарий будет отличаться. Даже, может быть, это будут одни и те же термины, такие, как, не знаю, лояльность, информированность, степень вовлеченности, да, но включены туда могут быть совершенно разные аспекты. И, соответственно, инструмент вроде бы с виду измерения одного и того же будет разным. Вот, то есть это я к вопросу про то, про какие-то банки, инструментарии, да, там может быть написано там информированность, но ваша информированность там отличается от другой информированностью. Вот про это я хотела сказать. Ну, у меня вообще такая крамольная мысль, да, запала, что требование, например, к сотрудникам НКО, которые разрабатывают проект, да, требование к тому, чтобы описать там индикаторы, оно вообще не совсем корректно, ну, потому что, как будто из рассказа и Алены, и ССЭК, да, и, ну, требование, это вообще-то требование к какой-то другой профессии. То есть должен для разработчик проекта, да, человек, там, специалист в какой-то социальной сфере, там, врач, неважно, да, там, психолог, социальный работник, быть еще и специалистами в разработке инструментов, которые, ну, снимают значение каких-то показателей. Вот. Раз уж такие сложности, вот, профессионалы говорят об этом. Какая интересная мысль у меня вот мелькнула. Она уже вторая радикальная мысль. Первая была это полностью отменить качественные показатели, а теперь еще и вообще это отказать. Не знаю, не знаю, такое обсуждение, что склоняет к таким радикальным мыслям. Ну, да. Хорошо, что мы решений не принимаем. А вот Вера Чедаева говорит, что для проекта нужно разрабатывать показатели до того, как проект отправлен на конкурс от ЛНКО, так же, как и для любой организации при подготовке к годовому отчету. Вера, ну, ведь, конечно, для ЛНКО важно, да, чтобы в годовом отчете были показатели, безусловно, но если их не разработать до начала деятельности, то в течение года мы значение их не... Ага, ага. Алексей, что значит до начала деятельности? Некоторые организации по 20 лет работают. Вот наш на 27-м году жизни МИМЮ закрыл, потому что мы не захотели превращаться в ассоциацию. То есть каждый год, конечно, есть стратегия. Стратегии вписываются в национальные проекты. Значит, мы видим, есть в национальном проекте, есть деньги по нашему направлению. Значит, мы знаем, что туда можно тоже подключиться и там спросить дополнительно денег для того, чтобы еще у донора денег попросить. И поэтому, конечно, показатели. Не надо так думать, что если там в НКО работают люди, то у них недостаточно образования. Сейчас таких НКО нет, которые не имеют образования достаточного, чтобы разобраться в показателях и во всем остальном. Другое дело, что они мечутся за деньгами и за отчетами, и им некогда этим заниматься, они пропускают это, как говорится, вот между пальцами завтра. Я подумаю об этом завтра, как скажут. Ага. Это все. Вера, я имел в виду только то, что... Я неудачно сформулировал, наверное. Я имел в виду только то, что если мы начнем думать про показатели в момент, когда мы будем готовить годовой отчет, то у нас будут большие трудности, потому что мы их не замеряли, и значения их мы не будем знать. Я только это имел в виду. Я имел в виду на следующий год контролировать, хороши ли были те, которые есть, и, может быть, надо что-то улучшить в связи с тем, как прошла жизнь в этом году. Понятно. Ну, я когда говорил о специфике профессии, и, как я понял коллег тоже, речь шла не о понимании смысл тех или иных показателей, а речь шла все-таки о разработке инструментов. То есть мы можем замечательно понимать смысл показателей, например, различия между заболеваемостью и реальной картинкой количества заболевших. Потому что заболеваемость – это те люди, которые дошли, диагностированы для разных заболеваний. Цифра доли может быть разной, и в социальном плане тоже такая же история. Это как бы понятно. Вопрос, каким образом инструментарий разработать для замера значений показателей в ходе своего проекта. Когда я вот про это говорил, ситуация с качественными показателями в этом плане сложная, но с количественными тоже. Например, каким образом сделать этот замер удобным, точным, и плюс, как это зафиксировать на практике. Я вот это имел в виду. И вот это вопрос для меня, насколько эти умения специфичны. Потому что разработка анкеты – это профессиональное действие. Я к нему серьезно отношусь. А вот Анатолий хочет. Да, Анатолий, пожалуй. А можно кейс разобрать живой? Вот коротко и быстро, может быть, за две минуты получится. Мы сегодня один качественный показатель затрагивали, и он был связан с тем, что с удовлетворенностью, деятельностью клуба «Прооценка». И один из индикаторов мы выбрали, что вот готов ли я внутренне поделиться. То есть вот есть ли у меня такой внутренний настрой, готов ли я поделиться. А какой был бы хороший качественный показатель для оценки результативности клуба «Прооценки» на самом деле, и как же его замерить? Вот если мы бы выбрали для себя. Действительно ли это так сложно, или здесь бы мы справились, и на более сложных таких явлениях нам было бы гораздо труднее? Это вряд ли мы за две минуты-то разберем, Анатолий. Я не думаю, что это такой простой вопрос, потому что здесь масса других вопросов за ним потянется, и это та вещь, которую вот как раз я вначале говорил, что к этому специально как-то подготовиться надо, потому что если импровизировать начнем, очень много времени уйдет. Ну, согласен, да, соглашусь, наверное. Хотя мы так подкрадывались уже в сущности и как бы разбирали, но... Здесь просто надо с чего, да, Толя, надо с чего начинать? Надо начинать с того, вон, да, Вера пишет, для чего этот клуб создавался глобально, каких результатов мы ожидали получить, да, какие получили и как их замерить, и эта тема такая, что я бы не знаю... Да, я согласен. И плюс к этому, на самом деле, ну, две вещи все-таки хочу сказать. Плюс к этому, смотрите, одна из трудностей какая. Если мы начнем изучать потом, вот достигли мы, не достигли результата, возможно, что мы обнаружим, как это часто бывает с подобными продуктами экспериментальными, что то, что мы закладывали гипотезу, не сработало, но сработало что-то другое и гораздо лучше на самом деле. И оказывается, что наш проект невероятно успешен, хотя индикатор качественный, который мы хотели бы мерить, будет, ну, плохой, например, или там... Ну, он не будет, конечно, но не работает. А второй момент. Мы бы сами справились или нет в построении такой модели и оценке ее? О, конечно, справились бы. Ну, то есть вот в некоторых кейсах... Пусть сомнений нет. В некоторых кейсах получилась такая... Армады тут, конечно, справились бы. Но только не за две минуты. Окей. Снял предложение, да. Я бы еще поворот один сделал в инструментах сбора показателей. Ну, наверное, это в большей степени для качественных показателей. Ну, два момента я бы обозначил. Ну, вот смотрите. Давайте так. Сначала простая вещь. Иногда для того, чтобы избежать создания каких-то изощренных инструментов, это тоже вопрос такой, как вы к этому относитесь. Но я просто напомню об этом. Предлагают использовать, ну, например, статистические показатели для проектов НКО. Ну, как бы, если вы там пытаетесь уменьшить количество людей, употребляющих наркотики или там снизить данные алкоголизма, у вас проект на это наставлен. Но используйте показатели, которые там, ну, не знаю, городские, да, если у вас, даже если про масштаб говорить, вот такой момент. И это момент, который позволяет избежать. То есть мы берем данные, которые собираются не нами, которые там по определенной методике собираются органами, в данном случае статистическими, или там в рамках отраслевой статистики, которые собираются. Вот это тоже вопрос, насколько это адекватное решение. Тогда мы можем уйти от сложностей, связанных, ну, вот, с недостаточными компетенциями в этой области. Вот. А второй момент про качественные показатели, и такое в проектах часто встречается, я лично это видел, использование стандартных инструментов. Ну, если мы занимаемся и в проекте, мы развиваем там позитивную самооценку детей, да, ну, есть там классические методики психологии, оценки, изменения, да, вот, позитивности самооценки, или там что-то другое. И вот этот вопрос, насколько это адекватно. Тоже пример такой, что, ну, я могу не владеть в достаточной мере навыками построения диагностических инструментов, но использовать такие стандартные методики. Если мой проект совпадает, ну, смысл проекта и задачи проекта совпадают с тем, что меряется, ну, в данной стандартной методике. У нас есть два комментария, и у меня появляется беспокойство по времени. Давайте комментарий. Вот СССР добавил бы важность формулирования гипотез. Это можно сделать достаточно быстро, если мало времени и немного ресурсов, но добавит качество проработки самих показателей и того, как их измерять. И Богданова, Юля, говорит о том, что индикаторы – это сфера нового знания, и есть мировые какие-то уже принятые, но у нас неизвестные, и не используется, поэтому выбор от рынка зависит. Коллеги, давайте, может, мы решим, что делать. Вот у нас 12 минут осталось, так, если по хронометражу посмотреть. У нас есть несколько вопросов. Я думаю, как, может, мы их быстро пробежим и сразу... Давайте мы дойдем. У нас по сути дела две темы осталось. Ну, и мы быстро пробежим, Володь, да, и поговорим сразу про все. У меня продолжение такое, и у нас полчаса остается. Пожалуйста, я приглашаю остаться тех, у кого время есть и желание. Да, просто пообщаться. Ну, вот смотрите, у нас вопрос есть, какой есть опыт использования ключевых показателей эффективности в деятельности НКО. И здесь мы просто хотели именно пригласить обменяться опытом, который есть, наверное, у участников сегодняшнего заседания. И перед вами определение, что такое ключевые показатели эффективности. И здесь, кстати, опять мы сталкиваемся со словом performance, который в данном случае переводится как эффективность, что не совсем точно. И, значит, вот важный момент, что эти ключевые показатели эффективности, как правило, они встраиваются в систему управления по целям или управления по результатам. Когда деятельность человека оценивается, оценивается, каждого человека в организации оценивается по тому, в какой мере он сделал вклад или она сделала вклад в достижение цели предприятия. И поэтому цель предприятия, она производится такая декомпозиция, расчленение цели, доведение до каждого рабочего места и потом, соответственно, отслеживание того, как каждый человек продвигается к достижению нужного результата. Это право ключевые показатели эффективности. Теперь вот следующий у нас, я быстренько. Применим ли концепция сбалансированной системы показателей для НКО и есть ли практические опыты в ее использовании в НКО? Про это не очень много говорят, и мы включили этот вопрос, потому что тема как бы немножко за кадром. Ну, сбалансированные с тем показатели наиболее известные публикации Нортона и Каплана, многочисленные, и состоит она в том, что предлагается четыре, как бы, они называют, ну вот видите перевод, перспективы. Четыре перспективы или четыре зоны клиента финансы, обучение, карьерный рост и внутренние бизнес-процессы, и по каждой из этих сфер, значит, формируются цели, показатели, задачи, которые должны быть решены, и инициативы, которые мы предпринимаем, чтобы решить эти задачи. И по каждой из зоний вот есть вопрос, на который надо ответить. Но сбалансированная система показателей изначально была придумана для бизнеса, конечно, и достаточно широко распространена в бизнесе и до сих пор тоже. Хотя, может быть, не такая модная сейчас, но все равно этим пользуются, безусловно. Но в какой-то момент авторы этой системы, они предложили подход именно для НКО в рамках их концепции. Он несколько отличается от того, что есть в бизнесе. Например, там есть клиенты, здесь есть благополучатели, тут, соответственно, появляются доноры, и внутренний процесс обучения и развития сохранился. И вот видите, как они формулируют свои вопросы. Как мы будем выглядеть в глазах доноров, если добьемся успеха? Как мы должны выглядеть в глазах благополучателей, чтобы реализовать миссии и так далее? И, в общем, у них этот инструмент для НКО разработан. Есть книжка, которую можно купить за деньги, вот она перед вами. И есть статья бесплатная, ниже ссылочка, только она на английском языке, если что. И в этой статье как раз Каплан объясняет, как их подход должен трансформироваться для НКО и подводит вот к этой модели, которая здесь на русском языке представлена. Поэтому, как мы можем сказать так, что за рубежом эта система для НКО адаптирована. Использование ее у нас – это интересный вопрос, и было бы здорово, если бы кто-то, может быть, что-то сказал по этому поводу. И библиотеки показателей. Ну, заманчивая идея, конечно, чтобы можно было где-то зайти на сайт, и у меня, например, проект, связанный, ну, я не знаю, там, с тем же разделом сбора мусора, или со здоровьем детей, или с помощью пожилым людям. И я по тематике выбираю и смотрю, какие могут быть показатели. Вроде бы заманчивая такая вещь, и надо сказать, что библиотеки показателей, вот тех самых, о которых выше говорили, в бизнесе, они давно разрабатываются. И вот есть, например, зарубежные библиотеки, вы видите, что есть российские библиотеки, есть зарубежные библиотеки. В данном случае две российские библиотеки показателей, ключевых показателей эффективности, и там, и там. В одном случае это HR-портал для тех, кто работает с человеческими ресурсами, а в другом случае это универсальная достаточно библиотека. И есть, безусловно, зарубежные библиотеки показатели, огромные, там по 17, ну, в общем, много тысяч показателей в библиотеке. И мы попытались найти онлайновую библиотеку KPI для НКО, и мы не нашли, коллеги. То есть за рубежом такого продукта, судя по всему, нет. По крайней мере, его найти трудно. Что есть, есть вот публикация, например, топ-25 показателей для НКО, 55 долларов. То есть один показатель, два с небольшим долларом. Вы покупаете оптом 25 показателей, это книжка. И что внутри, мы не смогли посмотреть, мы ее пока не купили. Вот. За и против, наверное, здесь тоже может быть интересное обсуждение. Ну, за понятно и очень заманчиво. Против это то, что может быть то, что, например, показатели должны привязываться к конкретному проекту, к конкретному контексту и конкретной модели. И поэтому сам по себе показатель, он мало о чем говорит. Вопрос к какому элементу модели нашей деятельности мы этот показатель привязываем. И тогда в этом контексте уже можно рассматривать, как он работает. И вообще заимствование готовых показателей, конечно, рискованно. Даже если мы говорим об одном и том же явлении, я, например, сталкивался с тем, что, скажем, попытка взять модели, которые использовались в африканских странах по борьбе с бедностью, и применить эти модели и показатели, например, в Казахстане, вот я непосредственно с коллегами там взаимодействовал, оно, конечно, не очень удачно получилось, потому что явление бедность вроде бы одно и то же. На самом деле в разных контекстах там разные аспекты надо учитывать. Ну вот, это основные моменты, которые мы хотели обсудить. Видите, здесь, наверное, тоже много вопросов. Ну, можете все сразу и пообсуждаем. Юль Богданова комментирует, говорят, все-таки секторальных метрик с ее точки зрения не могут быть. Могут быть только отраслевые. Ну, наверное, имеется в виду, что метрики, ой, не метрики, а индикаторы метрики, связанные с какой-то специальностью определенной, да, то есть с тематикой какой-то определенной, профессиональной. В этом смысле общесекторально. Ну, не знаю, мне трудно сказать. Леш, а у меня вопрос есть. Так все-таки KPI применимо для МКО, с твоей точки зрения, системы KPI. Ну, то есть корректно ли говорить, что у нас вот в проекте, да, есть ключевые показатели эффективности, там, ну, перечисляем. Или требовать от МКО, как бы, формулирования KPI для своего проекта? Володь, да, два разных вопроса есть. И еще один новый термин появился, ключевые показатели эффективности. Если мы будем говорить о KPI применительно к проектам, то это будет то же самое, что индикаторы метрики показателей, о чем мы раньше говорили. И здесь особо обсуждать нечего. А вот мне кажется, что тут важный момент, когда мы говорим о применении ключевых показателей эффективности к деятельности именно некоммерческой организации, как системы. И я встречал несколько НКО, которые используют такие показатели, но вообще их мало. Я немного знаю НКО в нашей стране и в близлежащих странах, скажем, которые бы использовали такие показатели для оценки деятельности своей организации именно на регулярной основе. Уважаемые коллеги, у меня трако всем вопрос. У нас 4 минуты еще до официального окончания клуба. Но я напоминаю, у нас 30 минут, свободная часть. И у нас там есть уже те люди, которые заявились сказать. Но тем не менее, а вот у вас есть реальный пример использования системы KPI для оценки НКО? Вот СССР говорит, что система KPI применима, но это выбор самой НКО. И потом практика скорее говорит о выборочном применении KPI. Фандрайзинг, маркетинг, пиар. То есть какой-то конкретный... В НКО. Не в целом, да. Спасибо. А есть кто-то, кто реально участвовал в этом? Личный опыт разработки и использования для своей организации, может быть, для других организаций? Да, мы использовали для оценки программной деятельности своего фонда, когда я работал в фонде Рината Ахметова. Но я сразу скажу, что это очень такая тяжелая вещь, поскольку это связано с оценкой результативности людей. Интерпретация этих данных... Ну, я приводил пример. 15 университетов или 5 университетов. То есть если ты будешь очень таким занудным, как бы, или, например, это деньги донора, и донор тебе не скажет, что ты можешь заменить его так радикально, то оценка человека будет очень низкая, при этом результативность его была высокая. То есть там риски очень большие есть. То есть к этому мы добавляли еще оценку, там, 360 градусов для того, чтобы понять роль человека, которую он сыграл в жизни организации, потому что только одних KPI-ов мало. Ну, то есть вот в проекте он сделал то-то, то-то. Но вот там вот эту модель, если посмотреть Нортона и Каплана, то есть там же еще несколько показателей есть, кроме проектных, которые очень важно влияют на жизнь организации. Это и климат, и соемная поддержка, и работа на общие цели и так далее. То есть это такой инструментарий можно применять, он очень такой дорогой при разработке, сразу скажу, то есть у вас должно быть достаточное количество денег. И плюс к этому в нем есть риски, если вы используете только его, или у вас нет достаточных ресурсов внутренних для того, чтобы использовать его корректно, смотреть, следить за ним. Поэтому у нас служба HR, там, допустим, она была вовлечена в этот процесс, и она у нас была немаленькая, потому что мы делали ставку на людей. То есть это такое сложное удовольствие, если вы хотите не испортить организацию. Ну, я вот лично тоже знаю о примере, но не был глубоко погружен, но просто знаю, что эта система работала. Это в Центре социальных программ компании «Русал». Я не знаю, как сейчас, но несколько лет назад я знаю, что они каждый год для сотрудников своих… То есть это целый процесс был разработки KPI на следующий год. То есть были некоторые показатели, которые… Поскольку этот центр интегрирован с компанией достаточно плотно, то на них распространялось требование для всей компании, а в компании была внедрена система KPI, и вот разрабатывался довольно сложный процесс, ежегодный процесс, который требовал времени, ресурсов. И, ну, такой спор и были относительно того, какие значения использовать на будущий год. Серьезная такая аналитическая работа. Наверное, не дешевая в плане беседельности, я соглашусь для организации. То есть требующая… Я правильно понимаю, что в этом случае, так же, как вот и Анатолий, когда он рассказывал, были общие цели, к которым привязывались KPI. Да, конечно. Это была всегда… То есть это элемент управления по результатам. Да, управления. Да, и это всегда отталкивались от верхних целей, которые прорабатывались там руководствами на верхнем уровне, и дальше происходила такая… По ступенькам вниз опускались до показателей каждого сотрудника. И это небольшое тоже подразделение, это несколько там, ну, не больше 20 человек, но это очень много времени отнимало. Непростая задача была. Уважаемые коллеги, ну, у нас время нашей встречи подошло к концу. Официальная. Спасибо, что вы принимали участие. Я хочу сказать, что у нас все идет по плану, и следующее заседание через месяц будет, да, мы примерно в такой режим вышли. Но, как всегда, подробнее, точную дату мы скажем немножко позже. Если у кого-то желание есть предложить что-то, мы же говорили об активности, давайте, пожалуйста, предлагайте, пишите нам. Только, кстати, Алексей, вот есть какой-то у нас адрес появился, какой-то контактный такой, единый, куда можно свои соображения писать? Он у нас с самого начала, на всех презентациях стоит этот адрес. Он не то, что появился, а изначально был. И на него можно писать. А также, если вдруг у вас есть сейчас возможность задержаться, то вот одна из тем, которые мы сейчас можем обсудить с теми, кто неформально останется, можем обсудить, как дальше, да. – Хорошо. Тогда мы официально закрываем наш клуб. Я подумал, что надо какие-то вводить символы такие, может быть, музыку какую-то, вот как бы для открытия, для начала. Мы подумаем про это. Но мы закрываем заседание официальное. Спасибо всем, кто пришел. Как всегда, не на все вопросы мы получили ответы, хотя искренне многие старались, а многие хотели, вернее, большинство хотели. Ну, вот такие темы мы берем, которые, как мне кажется, однозначных ответов пока не всегда находят. Вот. Спасибо. Я официально закрываю заседание. И те, кто хочет остаться, может остаться, потому что у нас, ну, есть как бы первое такое для затравки. Юль Богданова в процессе просто просила меня там показать несколько слайдов, возможностей. Ну, просто время было, у нас как бы была тематика ограничена, я попросил ее подождать. И если она готова сейчас, я могу дать возможность, да, вот, разрешить.